Итак, друзья, всем здорова! Очередной гайд по игре Valheim. Если вы зашли на это видео, значит вопрос для вас актуальный. Как включить консоль на сервере в игре Valheim? Как пользоваться админскими читерскими командами? Как это все сделать? Давайте рассмотрим. Все довольно просто. Заходим в библиотеку в стиме. Ищем нашу игру Valheim. Правая кнопка мыши, свойства, раздел общие, параметры запуска. У вас здесь будет пустое поле. Прописываем команду через DeFisConsole. Команду я продублирую в описании под этим видео. Окей. Закрываем это окошечко и запускаем нашу игру. Запускаем игру. И наглядно, без монтажа, одним дублем вам показываю, как это все делается. Окей. Игру запустили. Давайте сразу для видео тестовый мир создам. Ну, пускай будет просто World. World. Еще и с ошибками пишу. Захожу персонажем, который у меня уже как-никак вкачан, чтобы сейчас не смотреть заставочку с нашим летающим грифоном, который нас кинет. Я бы разделил бы, кстати, возможности консоли на два лагеря. Это админские команды и команда читера. Но если вы запускаете мир как сервер, и с вами играют люди, в общем, мир запускаете, если как сервер, то команда читерства вам будут недоступны. Только команда админа. Если вы хотите пользоваться читами, запускайте одиночный мир. Вот мы сейчас запускаем одиночный мир. У нас есть все возможности, сколько хочешь, мама не горюй, читерии. Правда, кикать банить некого, потому что мы одни играем. Но хочешь пользоваться читами, играя в одиночку. Хочешь пользоваться командами, админами, админа, пожалуйста, это на сервер. Консоль дает и то, и то. Вот, появились, значит, в мире Волхейм. Окей. Как будто у меня немного изображение сместилось. Ладно, не суть важна. Запускаем нашу консоль на клавишу F5. Смотрите, нас уже в окошке встречает подсказка команда help, чтобы посмотреть список команд. К сожалению, здесь все на английском будет. Ну, давайте вот, введем help. И вот все команды и описание к ним на английском. Ну, мы уже можем сразу увидеть, что у нас есть команда kick. Чтобы елозить, так сказать, по списку, этому используем клавишу page up и page down, чтобы вот подниматься, опускаться по командам. Вот видите, тут есть help, ban. И, в общем, все классные команды для админки. Сохранить мир, ping и так далее. И так далее. Вот они. Вот они, команда админа. В интернете есть все с описанием. Каждая команда на русском. Команда вводится без слэш. Просто вот kick, допустим, и мой ник персонажа пишем. И, как бы, произойдет kick игрока. Это все работает, когда у вас запущен сервер. Окей. С админскими командами понятно. Работают на сервере. Есть и весь список. В консоли на английском. В интернете легко найти с описанием на русский. Возможно, продублирую все это в описании. Посмотрим. Итак, переходим к читерству. Мы в одиночном мире. И как пользоваться этим. Вводим такую команду. DevCommands. Собственно, эта команда активирует нам читерство. Окей. Также нам в чате дублируется, что DevCommands. Двуиточие true. Значит, команда активирована. Чтобы отключить, видите, вот я ее написал опять. DevCommands false. Значит, команда деактивирована. И мы не читеры с вами. Но мы ее активируем. И, кстати, когда вы вводите какие-то команды в консоль, вы можете просто стрелочкой вверх-вниз переключаться между этими командами, чтобы их повторно просто не печатать. Дальше. Активируем команду debug mode. Видите? Debug mode true опять. Мы активировали этой командой творческий режим. В Minecraft, наверное, играли. Суть та же самая примерно. Летать, кряхтеть, пердеть. В общем, такие возможности. Давайте. Сразу посмотрим. Закроем консоль. Что нам дает творческий режим? Горячие клавиши. Z. Русское я. Нажимаем. Мы теперь можем летать. Это все дает debug mode. Творческий режим. На пробел подниматься. На control опускаться. На Z отменить. Этот режим. Дальше. Клавиша B. Видите? Слева вверху пишет, что команда true активирована. Когда мы открываем инвентарь на B, у нас появляется верстак. И мы можем это все скрафтить. Давайте вот тот же лук создадим. Не имея вещей, он нам создает вещи. Предметы. Вот. На tab. Значит, на B. Деактивировали верстак. Все. Видите? Я открыл инвентарь. У нас больше нет списка с предметами. И у нас еще есть команда K. Эта команда K убивает всех и злых и добрых мобов в радиусе видимости. Так. Ну, я не знаю, тратить на это время или нет, чтобы найти нам какого-то моба, дабы продемонстрировать. Давайте, кстати, скушаем, чтобы выносливость поднять из жизни. Ну, хоть один олень. Пойдись нам на глаза. Нам надо продемонстрировать, что команда функционирует. А, вот и моб. Смотрите. Жмем клавишу K. Все. Ари Ведерчи. В радиусе видимости. 12 монстров мы убили. Ну, не то что монстров. Добрых и злых. Все мобы убирают. Убирают. Это возможности творческого режима. Я вам показываю самые горячие, актуальные команды, которые, наверное, популярны для многих. И в основном для меня. Весь список, конечно, в интернете и будет в описании. Давайте продолжим по командам. Горячие клавиши с ними закончили. Есть такая команда God. God mode. True. Активировали режим Бога. Мы не умрем. И других мы можем убивать с одного удара. Даже если вот в творческом режиме ты взлетел в небо и упал, ты как бы не умрешь. В общем, ты бессмертный. Всех убиваешь с одного раза удара. Следующая команда. Призрак. Ghost. Эта команда делает нас как бы нейтральными. То есть, как бы вам объяснить. Даже без режима Бога, если мы пойдем каким-либо злым мобом, они на нас просто не будут обращать внимания, не будут агриться. То есть, мы невидимы. Мы невидимы для других мобов. Окей. С этой командой все понятно. Значит, нам в творческом режиме есть возможность летать. Но есть вторая возможность. Это летать свободно камерой, при этом персонаж у нас останется на месте. Открываем консоль. И пишем команду free fly. I believe I can fly. Команда true активирована. Alright. И что мы видим? Мы летаем. Персонаж у нас стоит на последнем месте. Команда полезная, чтобы посмотреть, что нас ждет впереди. Что за этими деревьями. Или снять какие-то красивые эпизоды для видео. Очень полезно в монтаже. Поснимать красивые ролики. Окей. Открываем консоль. Стрелочкой поднимаем. И выбираем опять эту команду, чтобы ее просто заново не печатать. Как я вам ранее говорил. Полезная, классная команда. Дальше есть такая классная команда, которая, если вы играете в одиночку, возможно, я думаю, актуальна. Видите, у нас есть справа мини-карта. И, кстати, кто не знал, на русскую B и на русскую U клавиши можно приближать, отдалять мини-карту. В общем, мир у нас открывается постепенно по мере продвижения по, собственно, игровому миру. Но есть такая классненькая команда. Explore, explore, map. Alright, да? Команда черит, активирит. На мини-карте уже видно, что появилось. Вот, собственно, да. Весь мир у нас перед нашими глазами. Мы можем видеть, куда-куда можно отправиться. В общем, команда открывает карту. Если вы не хотите, или вдруг передумали, или случайно как-то ввели, можно это все вернуть к командой reset map. Все. Мы удалили. Карта опять у нас закрыта, не активирована. То есть, опять ее открываем. Собственно, вот такие вот довольно полезные команды. Я вам продемонстрировал самые базовые, популярные, которыми, мне кажется, пользуются все. Команд очень много. В интернете, еще раз повторюсь, есть все команды админа, команда читера. Сколько, возможно, засуну в описание. В общем, пользуйтесь. Я надеюсь, у вас все получилось активировать. Если есть какие-то вопросы, то, конечно, отправляйтесь в комментарии, задавайте. Буду отвечать на ваши вопросы. Если было видео полезно и понравилось, то ставьте лайкосики, собственно. И спасибо за просмотр. В общем, надеюсь, был вам полезен. Ари ведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok